Приветствую вас. Я не думаю, честно говоря, что мой ответ дойдёт до, скажем так, до вас. Вот, я не думаю, что мой ответ сможет достучаться до вас, но, тем не менее, я всё-таки попробую вам ответить. Вот, сразу предупрежу, что я не читал все шесть страниц вашего, ну, вашей ветки форума. Вот, я прочитал только первое сообщение ваше, вот, и, собственно, я буду из него исходить. Дочь 14 лет, подросток, это бунтарь. В общем-то, в общем-то, это бунтарь, это очень сильный бунтарь. Это возраст бунта, это возраст протеста, это возраст всевозможных действий, и это возраст вообще всего такого реакционного, всего такого спонтального и, в общем-то, всего такого, что выходит за любые рамки понимания дозволенного нормы и так далее, потому что это подросток. А потому что тут девочка, гормоны у девочек, в общем-то, могут прыгать гораздо более активнее, чем у мальчиков, насколько я знаю. Вот, и все вещи, которые происходили в вашей семье до этого момента, все они дают о себе знать в этом периоде, все обиды, все невыраженные, все это дают о себе знать. Ваша дочь, это ребенок средних, средний ребенок, да, то есть не самый старший, не самый младший, это средний ребенок. И я полагаю, что среднего ребенка как раз-таки преследует большая проблема внимания. То есть то, что делает она сейчас, это активно пытается заработать ваше внимание, активно пытается привлечь ваше внимание такими вот экстремальными способами, и вы на самом деле ее только подкрепляете тем, что, например, поставка она сделана, да, вы на нее накричали, но она тем самым подкрепили ее такое поведение. С одной стороны. С другой стороны, средний ребенок, это ребенок, который общаянно нуждается в том, чтобы к нему прислушивались, общаянно нуждается в том, чтобы его воспринимали именно вот таким, да, какой он есть, и не в контексте других детей, ни в контексте сравнивания с другими детьми. Вот. Но зачастую ситуация происходит в точности, да, наоборот. Зачастую ситуация такова, что это не так, зачастую ситуация такова, что ребенка, если он ведет себя хорошо, если он делает все хорошо, его просто-напросто не замечают. Вот. Я понимаю, что вам, ну, возможно, это не приятно будет слышать, я отдаю себе в этом отсчет, в принципе. Вот. Но ситуация, к сожалению, она вот такая, что ребенок привлекает, пытается привлечь к себе таким образом внимание. И, ей это и дается, на самом деле, ей это и удается, потому что, ну, как видите, как видите, она привлекла ваше внимание, у нее получилось это сделать, не только ваше внимание она привлекла, да, но она привлекла внимание, в общем-то, всей, всей семьи. Вот. И, в свою очередь, это означает, что ей очень сильно не хватает любви, ей очень сильно не хватает внимания, ей очень сильно не хватает, чтобы к ней, вот, относились, как бы, ну, вот, всерьез, да, чтобы ее ценили, чтобы ее любили, этого очень не хватает. Отсюда ее такое вот стремление, такое желание, а, значит, ну, быть с трудными детьми, да, потому что она считает сама себя трудной, она считает сама себя недостойной, она считает сама себя какой-то вот неправильной. только это может привести человека в трудную компанию. Вот. И, соответственно, да, вы для нее с некоторых пор, вы для нее это именно препятствие, препятствие для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя спокойно, чувствовать себя уверенно, чувствовать себя полноценно, потому что она чувствует себя недооцененной, она чувствует, что ее не оценили, она чувствует, что ее не ценят, не любят и так далее. Вот. И это следствие вашего поведения, вашего отношения к ней, это следствие вашей атмосферы в семье, это следствие того, как вы распределяете внимание между детьми, это следствие того, как вы воспринимаете детей и так далее. И, соответственно, разбирать здесь в первую очередь нужно именно семейный климат, семейные отношения и то, как вы воспринимаете детей, и самое главное, как вы относитесь к себе, потому что дети это всегда отражение родителей, дети это всегда отражение тех или иных желаний и потребностей родителей. Если ваш ребенок ведет себя агрессивно, значит у вас этой самой агрессии очень много, но вы ее подавляете. И, соответственно, ребенок не понимает, почему он родители что-то чувствует, он ведет себя так, как, в принципе, ему кажется правильным, как ему кажется правильным, но родители почему-то этого не одобряют, как будто этого не понимают, как будто он пытается это, ну, просто сделать вид, да, сделать вид, а как будто ничего, ну, ничего нет, как будто. Вот. И это, на самом деле, большая проблема, когда эмоционально родители находятся на бесконечно далеком расстоянии друг от друга. Вот. Так что, конечно, бить тревогу нужно, потому что это угроза жизни, это угроза жизни вашей, это угроза жизни вашим детям. Вот. Ну, а обращаться к психологу тоже необходимо вам и дочери тоже. Велательно к клиенту-центрированному психологу обратиться, дочери и вам также к клиенту-центрированному психологу обратиться, обратиться. Вот. Ибо опыт психотерапии, он достаточно однозначен в том, каковы причины подобного поведения. Вот. Такой вот ответ вам будем дать. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.